Добрый вечер! Это программа «Здравый смысл» в студии Алексея Вербийской. Сегодня говорим о том, как правильно платить налоги, чтобы не переплачивать, то есть не допускать штрафов. Андрей Нестеров, начальник налоговой инспекции, сегодня у нас в гостях. Андрей Анатольевич, добрый вечер! Здравствуйте! Для телезрителей я напомню, 64-86-86, это телефон прямого эфира, можно звонить, задавать вопросы гостю. Андрей Анатольевич, насколько я понимаю, уже стартовала кампания по уплате налогов в этом году. Какие налоги многим перворазвитам придется заплатить? Да, начинается, подходит срок уплаты имущественных налогов. Это налог на имущество физических лиц, транспортный налог и земельный налог. В этом году они чуть позже у нас, срок по законодательству по всей территории Российской Федерации, 1 декабря, срок уплаты данных налогов. Инспекция провела большую работу по корректировке баз данных с тем, чтобы максимально обеспечить корректность и достоверность данных, которые высылаем налогоплательщикам. И вот на сегодняшний день уже начата отправка уведомлений об уплате данных налогов, уведомлений и квитанций. В какие сроки эти уведомления должны приходить? Когда? По законодательству инспекция должна за месяц до срока уплаты доставить уведомления в отношении имущественных налогов всем физическим лицам. То есть до 1 ноября все платильщики получат эти уведомления. Порядок получения какой? Лично в руки вручайте. Как? Итак, порядок. У нас на сегодняшний день законодательством введена норма, согласно которой есть у нас такие физические лица, которые подключились к личному кабинету на сайте Федеральной налоговой службы, где имеется вся информация в отношении объектов налогообложения, доходов, расходов, имущества. Те лица, которые подключились к данному кабинету, они в бумажной форме уведомления не получат. Они получат его в электронном виде, зайдя на свою страничку в личном кабинете, увидят начисленные суммы. Там же можно сформировать квитанции об уплате, там же можно онлайн заплатить налог, можно, в принципе, распечатать квитанции и обратиться в любое банковское учреждение для оплаты налога. Это порядка 47 тысяч пользователей у нас на сегодняшний день подключены к кабинету. Все остальные, кто не подключился, это еще около 80 тысяч налогоплательщиков, все получат уведомления. То есть вот отправка началась, я думаю, в ближайшие 2-3 недели большинство этих уведомлений получит. Телезрителям я напомню, 648686, телефон прямого эфира, можно звонить, задавать вопросы. Что делать, если уведомление не придет в обозначенные сроки, вот до 1 ноября? Если уведомление вы не получили, то в соответствии с законодательством с прошлого года также введена обязанность физических лиц заявить о своих объектах, по которым он не получил уведомление. Это на сегодняшний день пока не влечет негативных последствий в виде штрафных санкций в этом году еще. Со следующего года, если человек не заявит о таких объектах, по которым ему не пришло уведомление, там уже будет начисляться штраф одновременно с суммой налоги в размере 20%. Поэтому, если до 1 ноября уведомление не получено, то по законодательству до 31 декабря надо обратиться в инспекцию, то есть по адресу Емлина 20А, подойти и сообщить о том, что есть объект. Желательно приложить копию документа, подтверждающего право собственности на данный объект, либо транспортное средство, либо земельный участок, либо имущество. Если у кого-то льготы есть, где о них можно узнать? Ну и о ставках налога, соответственно, тоже где можно узнать? Льготы у нас установлены федеральным законодательством. То есть основные льготы такие, допустим, как герои Советского Союза, ветераны, инвалиды 1-2 группы, лица, подвергшиеся действию радиации, ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры. То есть достаточно большой перечень. И кроме того, так как это местный налог, то дополнительные льготы устанавливает законодательство местного уровня, то есть местная дума. Чтобы подробно посмотреть все это, то необходимо воспользоваться сайтом федеральной налоговой службы www.налог.ру, зайти в сервис имущественной налоги, ставки, льготы. Зайдя в сервис, выбрать соответствующее муниципальное образование, где человек проживает, и зайдя в него, он увидит все льготы, на которые он может рассчитывать. Чтобы получить льготу, необходимо хотя бы один раз, первый раз обратиться в инспекцию с заявлением, ну и приложить копию документа, подтверждающего льготу. Дальше мы уже сами будем. Хорошо. Сколько налогов начислено, ну, к примеру, вот за прошлый год? Вот по расчетам за 2015 год на сегодняшний день инспекции выставлено 255 миллионов рублей. Из них, так как мы администрируем 5 городских образований, то есть на территории Первоуральска приходится наибольшая сумма, это 155 миллионов. Вот основная масса, половина это транспортный налог, где-то порядка 60 миллионов это земельный и 80 миллионов налог на имущество. Ну, сумма-то приличная таки. Суммы достаточно большие, да. Хорошо. Есть звонок у нас, слушаем вас. Здравствуйте. Так, добрый вечер. Добрый вечер. Вот получил квитанцию на налог на квартиру, ну, в шоке был оценки стоимости квартиры, то есть она меньше 2 миллионов стоит, квитанции стоит почти 300. Что делать в этой ситуации? Спасибо, согласен, да, с оценкой квартиры. По поводу оценки стоимости, значит, оценку мы получаем от органов технической инвентаризации, поэтому в данном случае для того, чтобы уточнить стоимость, необходимо обращаться в бюро технической инвентаризации, потому что инспекция получает в электронном виде всю базу данных непосредственно от регистрирующих органов. И если имеется недостоверная стоимость, то есть она отличается от того, что фактически имеет налогоплательщик, то нужно подойти в бюро технической инвентаризации, уточнить эту стоимость и при наличии разногласий их урегулировать. И потом уже, соответственно, получив документ о том, что стоимость изменилась, принести его нам, мы тогда сразу автоматически пересчитаем налог. Должников много, я имею в виду физические лица? Должников достаточно много, то есть есть у нас недисциплинированные плательщики, которые налоги своевременно не платят. По количеству не скажу, по сумме это порядка 200 миллионов рублей на сегодняшний день за должность, не только за прошлое, это и предыдущие периоды, то есть она, так скажем, тянущаяся от 2011 года. Вот, поэтому инспекция проводит работу с должниками, на сегодняшний день мы уже, допустим, отправили только за прошлый год порядка 60 тысяч требований об уплате налога после срока уплаты. Потом подали порядка 4 тысяч исковых заявлений в судебные органы. По вынесенным судебным приказам мы передаем их в службу судебных приставов, активно работаем с ними по взысканию, то есть приставы в рамках закона об исполнительном производстве совершают исполнительские действия. Ну и мы параллельно тоже подключаемся, участвуем иногда в совместных рейдах с приставами, совместно с ГИБДД, тоже участвуем в рейдах по остановке и вылавливанию должников на трассе, на трассах. То есть, в принципе, также активно участвуем в погашении задолженности. Хорошо, еще звонок есть, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот такая ситуация. В свое время я не вступил в наследство, в наследстве гараж капитальный. Сейчас возник вопрос, налог за этот гараж каким образом можно заплатить или вообще платить его или не платить? Может быть, его не стоит вообще платить до поры до времени, пока не вступлю в наследство? Спасибо. Спасибо. Налог по наследуемому имуществу начинает исчисляться с даты вступления в наследство. То есть, до момента, пока данное имущество, так скажем, не оформлено в собственность какого-то физического лица, а предыдущий собственник уже умер, то в данном случае налог не будет начисляться, пока человек не вступит в права наследства. Когда мы получим информацию, что человек вступил, тогда вот с этой даты будет начисляться налог. Хорошо. Федеральная налоговая служба недавно предупредила о мошенниках, которые действуют так, что присылают уведомления о задолженностях, либо о предстоящих проверках присылают на электронную почту налогоплательщикам. То есть, насколько я понимаю, налоговая так не делает? Нет, налоговая инспекция не отправляет никаких требований или сообщений на электронные, на личные электронные адреса плательщиков. Единственный способ обмена – это вот посредством размещения информации в личном кабинете. Чтобы получить доступ в личный кабинет, человек приходит к нам в инспекцию, один раз получает пароль от этого личного кабинета, потому что у иных лиц не было доступа к его сведениям. И далее он в этом личном кабинете может получать всю информацию. Но никакие требования и сообщения, решения на проверки мы не высылаем в электронном виде. Хорошо, очень коротко, да, нет. Повышение налогов будет в ближайшее время снова? Думаю, что нет. Не планируется. Спасибо вам за беседу, спасибо телезрителям за то, что вы сегодня были с нами. Увидимся на телеканале Евразия. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова